Привет, друзья! Сегодня я буду распаковывать и тестировать элементы Litakawa 26650 на 5100 мАч. Это очень известный нынче форм-фактор. Эти элементы на тест мне любезно выслал подписчик. Большое спасибо ему за это. Надеюсь, он отпишется в комментариях, когда увидит это видео. Вы мне часто пишите в комментариях, что я перестал тестировать новые типы и виды аккумуляторов. В первую очередь, это связано с тем, что у меня не хватает времени следить за всеми новостями. Поэтому я прошу вас скидывать ссылки на какие-то интересные новости или прямые ссылки на аккумуляторы. За все время, пока существует канал, таких ссылок было совсем немного. Их можно пересчитать по пальцам одной или максимум двух рук. Поэтому, если вы встречаете полезную информацию по аккумуляторам, по элементам, делитесь ею в комментариях или пишите сразу в Instagram или ВКонтакте. Ссылка есть на главной странице канала. Сейчас в настройках YouTube стоит блокировка ссылок. Ссылки в комментариях не отображаются. Если ее убрать, то будет куча спама в комментариях и в итоге бардак на канале. Также, забегая вперед, скажу, что уже пришли вот такие вот элементы. Это элементы Li Shen нового поколения с увеличенной емкостью до 8 Ач. Ранее у них была версия 7,5 Ач. Тест элементов на 7,5 Ач есть также на канале. Также есть тест 99 циклов, в которых они показали себя просто великолепно. Было 0,5% деградации за 100 циклов. Видео набрало очень много просмотров. И это не удивительно, эта химия очень хороша. Деградация минимальная. Единственное, что нужно подтянуть, это энергоемкость этих элементов. Но, возможно, они связаны. Более низкая энергоемкость и поэтому такой у них огромный ресурс. Ссылки на тесты таких элементов с емкостью 7,5 Ач я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Также там оставлю ссылочку на тест 99 циклов этих элементов. Кто еще не видел, обязательно переходите по ссылочке и посмотрите. На данный момент нового поколения элементы лишен бывают в такой вот голубоватой термоусадке и в зеленой термоусадке. Кто подписан на мой инстаграм, конечно же, уже знает, что я получил эти элементы. Кстати, подписывайтесь на инстаграм, кто не подписан, чтобы быть в курсе новостей по каналу. Там я выкладываю информацию намного оперативней, так как это зачастую не требует монтажа. Ссылку на инстаграм я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Также обязательно пишите в комментариях, как на ваш взгляд лучше всего протестировать эти элементы лишен нового поколения. Да и вообще, интересно ли вам это? Итак, вернусь снова к элементам. Посмотрим, что здесь внутри. Упакованы, конечно, добротно. Вот, что написано на самих элементах. 5100 мАч. Продавцам я не привык доверять. Как говорится, доверяй, но проверяй. Поэтому давайте проверим вес, сопротивление и емкость самостоятельно. Проверю, соответствует ли вес заявленному. 93,2 грамма. Второй элемент, 93 ровно. Следующее, что нужно измерить, это внутреннее сопротивление. Продавец заявляет около 20 мОм. Но его около мне не особо нравится, конечно. Сопротивление щупов практически равно нулю. Сопротивление элементов 17,84 мОм. Сопротивление второго элемента 18,11 мОм. Подпишу эти значения на элементы. Теперь осталось измерить третий параметр, который мне интересен, это емкость. Для этого я припаяю провода сейчас к выводам и подключу к зарядному устройству. Делаю это мощным паяльником с флюсом, чтобы ни у кого не бомбило, якобы нельзя паять элементы. Надо делать очень быстро, потому что я даже слышу звуки кипящего электролита внутри. Пусть заряжается, как только зарядится поставлю на разряд и буду замерять емкость. Элементы зарядились. Проверю внутреннее сопротивление у заряженных элементов. Изменилось ли оно и на сколько. 18 мОм ровно. Было 18,11 мОм. 17,5 мОм. Было 17,84 мОм. Да, немножко уменьшается сопротивление. Этот элемент я разряжу током 10 А до 2,5 В. А этот элемент я попробую разрядить током 15 А. Буду контролировать температуру с помощью инфракрасного термометра. Левый элемент отдал 1,5 Ач. Ну, градусов 40, наверное, 45. Угу. 46 градусов. 47. Довольно приемлемая температура. 38 градусов. Левый элемент отдал половину емкости гипотетической. Температура прям сильно и критически не изменилась. Температура 54 градуса. Температура этого элемента 41,5 градуса. Продолжаю тест дальше. 4 Ач отдано. Температура, может, ближе к 60, может, даже около 60. 61 градус. 45 градусов. Элемент отдал 5000 мАч. Температура уже явно выше 60 градусов. 70 градусов. Температура этого элемента 47 градусов. 50 градусов. Разряд элементов закончен. Элементы отдали более 5100 мАч. Это очень хороший результат. Но я скажу так, что эти элементы имеют вес вдвое больше, чем стандартный вес элемента 18650. У элемента 18650 в среднем вес 47 граммов. Здесь же вдвое больше. А емкость не вдвое больше. У LG HG2 емкость 3000 мАч. Два элемента будут 6000 мАч. А здесь 5000 мАч. Поэтому, использовать эти элементы или нет, выбор за вами. Единственное, что у них может быть за счет более меньшей энергоемкости, более высокий ресурс. Но это нужно делать тест 99 циклов, чтобы узнать процент деградации. Пишите, нужен ли такой тест. Делитесь обязательно этим видео в соцсетях. Это очень помогает продвигать канал и видео в целом. Только после теста 99 циклов будет понятно, какая у них деградация и насколько они лучше или хуже тех же элементов LG HG2 либо Panasonic на 3400 мАч. У данных представителей, элементов 18650, деградация в среднем от 6 до 7%. Но опять же, я напомню, что я уже знаю, что деградация может быть во много раз меньше, в 12 раз меньше. Вот у этих элементов, только в предыдущей версии, как я уже говорил, деградация менее половины процентов. Но если эти элементы сравнивать с представителями 18650, модель 26F с емкостью в 2600 мАч, то есть смысл переходить на такие элементы. Потому что в батарее этих элементов будет при той же емкости вдвое меньше. Так как я собирал батарею из элементов 18650 LG HG2 с емкостью в 3000 мАч, то такие элементы меня сильно не впечатляют. Ну а те, кто использует элементы типа 26F, то переход на такие элементы будет очень рациональным. Это вдвое меньше работы по сборке батареи. Нужно будет вдвое меньше сваривать элементов. Конечную точку можно будет поставить, когда будет произведен тест 99 циклов. Если конечно же он вам нужен, то я постараюсь его сделать. Пишите это в комментариях. Ставьте обязательно лайки, если видео понравилось. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Увидимся в следующих видео на канале. Всем пока!